Расскажи, как ты заинтересовалась темой домашних родов? Я приехала сюда, писала диплом про эко-поселенцев и встретила здесь мужа. И мы поженились, решили жить вместе. И муж сказал, будешь рожать дома. Я училась в аспирантуре в Санкт-Петербурге, читала книги, бондарь. Еще какая-то информация мне приходила. Я не думала о том, как я буду рожать. Как получится, я доверилась мужу. И он мне сказал, будешь дома рожать. Я говорю, хорошо. И когда я прочитала книги, истории в интернете, центры водных родов в Таиланде, из поселений, я поняла, что другого выхода нет. Современная цивилизация и вообще наши предки, история. Рожают только дома. Даже не дома, а естественно. Она еще не поломала? Все. Чуть-чуть пожевала. Рожать надо в радости и в любви. Дети, кто умирает, это где-то сверху определяется. Также и роды определяют сами дети, где им родиться, у каких родителей, каким образом. Но по моему опыту, у меня нет опыта родов в роддоме. Мне понравилось с мужем больше, чем с акушером. Я первый раз рожала с мужем, а второй раз с Сашей Ларином. Это, конечно, тоже было приятно, но вдвоем, в своей атмосфере, когда больше никого нет, только ты, твои самые близкие и родные люди, это космос, это счастье, это самое близкое. Все, кто рожали до сами, они это знают. Самые невероятные, самые близкие, самые чистые, самые сумасшедшие, сильные ощущения, когда ты принимаешь своих детей. Ты чувствуешь все. Когда только у тебя есть живот, а потом ты смотришь, и на руках у мужа, вот я стоя рожала, у него Мирослав, или там Марусечка, он тоже на руки поймал. Марусю мы тут в районе дольменов родили, в минус 17. Снег был, холодно, но хотелось именно на улице. Еще по опыту скажу, что приятнее рожать на улице, в природе, когда есть свежий воздух, зелень, когда есть за что зацепиться, посмотреть красиво, отдохнуть. Моя мечта, я бы хотела еще детей, и чтобы они были рождены в наслаждении, еще в большем своем поместье, в радости, в легкости, и чтобы мои детки тоже присутствовали. Чтобы мы все вместе окунулись в это счастье, чудо жизни, встречи нового человека. Родного. Благодарю. Про роды, вот знаешь, я бы хотела сказать, что нужно изучать информацию, нужно верить своей душе, своему сердцу, своему вниманию, больше смотреть роликов разных, которые есть в интернете, спрашивать знакомых, личный опыт других людей, и тогда уже принимать решения. Если есть какие-то беспокойства, можно выбрать альтернативного типа роддома, где есть поддержка, где можно родить в позе, в которой тебе удобно, где разрешают определенный вид питания, который тебе удобен. Если сами рожаете, то тоже иметь, возможно, кому нужна подстраховка, и позвать акушера. А кто идет до конца и верит вселенной, те, наверное, заражают и дома. Это просто. Я думаю так. И самое, чтобы родить легко, как мне кажется, для этого максимально расслабиться, максимально довериться, отпустить всю ситуацию. И сами роды – это естественный процесс, который отражает взаимоотношения пары. То есть, насколько пара живет в гармонии, в любви, в радости, в счастье, как они друг к другу относятся. Они также зачинают детей, также они их и рожают. Насколько у них в удовольствии этот процесс проходит, от зачатия беременности до родов. Так все происходит. Но я думаю, что момент того, что дети сами определяют, как они появляются, тоже присутствует. Решили рожать дома? Рожайте дома. Заручайтесь в поддержку своих родных, своих друзей, тех источников информации, которые доступны, международные или отечественные книги, литература, видеофильмы. Или же полное доверие вселенной, как некоторые говорят, что мы знаем сами. Нам чужая информация, загрязнение информационных потоков, СМИ, это не нужно. У нас есть свое собственное видение, поддержка Бога или вселенной, или рода. Это каждый называет по-своему. Человек чувствует, у него очень сильно раскрыты каналы. Но что касается городских людей, наверное, это не всегда так везет. И в данном случае приятнее находить центры поддержки. Вот, например, есть в разных регионах центры поддержки материнства и родов, консультанты по грудному скармливанию, по слингоношению. То есть, даже если кто-то и не рожает дома, то можно отдельные аспекты использовать осознанного родительства. Это естественная гигиена, отказ от подгузников. Это совместный сон. Это ношение слингов. Когда ребеночек находится контактом кожа к коже, как можно дольше. И вы его носили 9 месяцев внутри животика. Почему потом его нужно класть в кроватку? Он беспокоится. Вообще, детки, когда рождаются, они не плачут. Они, домашние детки, очень редко. Только когда они заявляют о своих потребностях. И как можно дольше кормить. Потому что с молоком, кроме родового потока, передается иммунитет, развитие речи, музыкальность, слух, развитие мозга и кишечная микрофлора. То есть, животик тоже будет меньше болеть. Это успокоение. Откликаться только на позитивный опыт. Только на то, что вызывает в вашем сердце радость. Читать истории позитивные. Находить радость каждый день. И готовиться к встрече со своим самым дорогим существом. И знать, что жизнь прекрасна, что семья – это пока самый лучший способ передачи жизни на земле. Пока другого социального института общество не придумало. Мы можем быть только вместе, только семьей, только силой. И так жили наши родители, наши предки. И раньше семьи были гораздо больше. Было больше детей. И это так приятно, когда ты видишь, у меня пока двое детей. Но я в них вижу всех своих родных в их лицах. И родных мужа. А когда я вижу знакомых, у которых семеро детей. И ты видишь, что каждый их ребенок – это их родители. Это их частичка. Это их клеточка. Это их предки. Это волшебно. Мы, наверное, ради этого живем. Ведические древние времена люди рожали сами. Для этого не требовалась посторонняя помощь. Люди чувствовали ответственность за принятие своих детей сами. Отцы не были отлучены церковью или современными средствами информации от своих детей. Они были полноценными участниками и родов, и воспитания ребенка. Потому что сегодня… Не будем говорить, что сегодня. Сегодня папы часто воспитывают своих детей сами. И принимают их на свои ручки. И счастливы. И раз это было раньше и много лет, то и сегодня в нас сохранен этот многовековой тысячелетний опыт рождения. И каждый способен его вспомнить и раскрыть. Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова